Человек-паук Трудно переоценить влияние дружелюбного соседа на культурный слой человечества. Словосочетание «Человек-паук» слышал, наверное, каждый. Любимый герой Стэна Ли за долгие годы своего существования появлялся на больших и маленьких экранах несчетное количество раз. Еще в конце 20 века Якудза запускала в разработку проект про экранизацию похождений Человека-паука, привлекая в картину лучших режиссеров того времени – Джеймса Кэмерона, Дэвида Финчера и Майкла Бэя, а на роль Питера претендовали Леонардо да Винчи, Джуд Лоу и Хит Леджер. Но проект застрял в производственном кризисе на целых 20 лет и лишь в 2002 году впервые увидел свет. С начала нового тысячелетия Человека-паука сыграло уже аж целых три актера – Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Хохланд. Каждый из них по-своему хорош. У каждого есть свои достоинства и недостатки. У кого-то одни лишь недостатки. Сегодня разберемся, кто из этой троицы – лучший Человек-паук. Кто из них – образцовый Питер Паркер, а кто… Я рассмотрю всех троих по отдельности, не опираясь на какие-либо критерии. Просто по записанным тезисам озвучу все, что я думаю в них. Так рассказ должен получиться более искренним. Но в целом суждения по ним буду выносить с точки зрения личности Питера, воплощения им Человека-паука и того, как актер справляется с интерпретацией этой роли. И лишь изредка буду касаться всего остального. Начнем, пожалуй, с трилогии «Дяди Сэн». Эти фразы являются лучшей характеристикой Паучка в исполнении Тоби. Сэм Рэйми создал классический образ Питера Паркера. Дефолтный Боттон, аутсайдер и неудачник. Да, разница в характерах юноши и его альтер-эго сильно различаются. Комиксы привлекали именно тем, что даже будучи супергероем, Питер оставался все тем же забавным подростком. А в исполнении 27-летнего Тоби Питер получился слишком робким, мягким и застенчивым. Но я бы отнес это к достоинствам. За ним приятно наблюдать. Он такой меланхоличный, сентиментальный, вежливый и учтивый. Было бы славно. Его манерность и фразы заимствовал, наверное, каждый второй ребенок, выросший на фильмах Сэма Рэйми. По крайней мере, такое быдло, как я, перенимала в обиход все его высказывания. Я не вернусь в начальник. Да как ты заебала. Но перед тем, как перейти к достоинствам, я начну с незначительных недостатков. Первое. Нас изначально ставят перед фактом. Питер и Гарри – лучшие друзья. Хорошо. Но эта связь не прослеживается вообще никаким образом. В фильме Питер и Гарри то и делают, что вечно ссорятся. Конкурируют друг с другом в любовном треугольнике. И начиная со второго фильма, Гарри испытывает непонятное мне маниакальное желание заебашить паука. Несмотря даже на то, что впоследствии, узнав, кто именно скрывается под маской, это стремление никуда не пропадает. Следующим минусом является Мэри Джейн. Классическая школьная красавица, пользующаяся безграничным вниманием со стороны окружающих, руководствующаяся инстинктами и эмоциями, а не разумом. Метается из одних отношений в другие. Каждый в этих отношениях использует ее как хочет. Тот же Гарри также ее выебал и забыл. Ни о какой любви речи и не шло. Потому как в первую очередь Гарри считался с мнением отца, который то и дело твердил ему. Вот тебе совет, недотепа, по поводу твоей подружки. Добейся от нее чего хочешь и сразу же брось. Мотивом, как я думаю, было стремление получить все самое лучшее. Лучшую девушку, лучшую жизнь, лучшее место в обществе. Лучшей же девушкой была Мэри Джейн, так как на нее был огромный спрос в обществе. И имела она отличные исходные данные. Вопрос Гарри на крыше во время маскарада к Мэн Джейн. Почему ты не наделаешь черный? Я хотел, чтобы папа восхитился. Он любит черный. Блять! Сразу дает однозначный ответ на то, что Гарри в первую очередь хотел оправдать себя в глазах своего отца, показав ему исключительную девушку, которой он добился. Отца не стало, но закрыть пробел все-таки нужно, что он и сделал. А после выбросил ее обратно. Что же получилось в итоге? Молодая звезда, подающая надежды, оказывается никому не нужной в обветшалом кабаке, работающей официанткой на полставки. Вместо того, чтобы раньше обратить внимание на человека, который на протяжении стольких лет был предан ей, даже когда красавицей она и не была вовсе. Мэри Джейн лишь под конец второго фильма осознала безусловную приверженность Питера к ней, который добивался ее, несмотря ни на что. Я в последнее время читаю стихи. А это тут речем? Не знаю, как сказать тебе, что я тебя люблю. Я каждый день об этом думаю. Богу молю. Последним минусом могу назвать третий фильм. Рофельная херня с непонятным Питером, неуместным Булли Магуайром и напиханными персонажами так до конца и не раскрытыми. Говорить о нем я долго смысла не вижу. Теперь о достоинствах. И самым главным из них для меня является более глубокий упор на моральную составляющую, нежели в других фильмах про Паука. Посыл дяди Бена, а то есть наставление о честности, порядочности, справедливости и совести, тянется через всю трилогию. Дядя Бен говорит не только с Питером, но и с нами, зрителями, о том, что ваши преимущества – это не привилегия, а обязанность. О том, что у нас хватит сил воплотить свои мечты в реальность. Необходимо лишь всегда оставаться человеком. Фильмы о супергероях должны, просто обязаны говорить об этом со зрителями. По крайней мере, фильмы о самом народном и любимом герое – дружелюбном соседе. После искупления Питера перед тетей за случай со смертью дяди Бена происходит лучшая сцена за всю историю супергеройского кино. Никакого экшена, никаких ебанутых спецэффектов. Здесь всего лишь откровенный разговор двух близких друг к другу людей. Тетя Мэй, несмотря на тогдашний проступок Питера, подавшегося обретенной силе и злоупотребившего ею, поощряет откровенность Питера, понимает и принимает его. А после в сцену вплетается Генри, мальчишка из дома напротив, собирательный образ ребенка, героем для которого является сам Человек-паук. Мальчишкам, таким как Генри и таким, каким был когда-то я, нужен герой. Серая обыденностью, служащий примером и учащий всегда подниматься. Я думаю, в каждом из нас живет герой. Он делает нас честными, придает нам сил и благородство. А под конец помогает нам умереть, храня гордость. Для этого и нужны герои, персонажи, наставляющие тебя на верный путь, дающие надежду и задающие нравственный ориентир на всю последующую жизнь. Именно таким для меня является фигура Человека-паука. И именно таким является паук Тоби. Если не это лучший образец для подражания, тогда кто? Малолетний дебил? Вкупе с харизматичными героями, увлекательным сюжетом и саундтреком от Дэнни Эльфмана, от которого с первых нот по всему телу пробегают мурашки, трилогия фильмов с пауком Тоби производит на юные умы неизгладимое впечатление. Первое, что приходит в голову при упоминании паука Эндрю, так это его актерское мастерство, которым он вытягивал посредственнейшую историю и сюжетные оплошности. Паркер в исполнении 28-летнего Гарфилда получился очень убедительным подростком. Я бы описал происходящее с ним в начале первого фильма события фразой Питер катается на скейте, фоткает все на Никон, грызется с опекунами, обвиняет по поводу и без, убегает из дому. У этой версии паука высокий интеллект Питера действительно проглядывается. Он напоминает профессору о недостающей формуле, самостоятельно изобретает картриджи для паутины, сам шьет весьма реальный костюм из пандекса. Да и в целом, все персонажи стали более реалистичными. Пропали нарочито театральные речи, гротескные взаимоотношения между персонажами, а семейные конфронтации стали более знакомы зрителю. И тут же хочется упомянуть любовный интерес Питера. Эмма Стоун, ранее игравшая лишь в комедиях, отлично справилась с ролью Гвен Стейси, умело перенеся характер блондинки, которая и с флешем закусится, и подкатит первой, ну и в целом весьма зрелая и ответственная личность для своих-то лет. Отдельного упоминания стоит ее химия с Эндрю, которая также для меня вытаскивала оба фильма с их участием. Сейчас я тебя выброшу в окно. Что? Нихуя! Да ну нахуй! Ябаный в рот! Пиздец! Также не могу не отметить музыку во второй части, самые реалистичные полеты на паутине и костюмы, которые не выглядят как мыльное говно. Теперь к минусам. Заметно слишком сильная попытка дифференциироваться от трилогии с Эмма Рэйми, что в итоге повлекло за собой то, что сделали они все да в точности наоборот. Такие же наставления от дяди, повторяющаяся история становления Питера, такой же поехавший антагонист, неужели ты сдашься? Хоррор составляющая. Можно еще докопаться до условностей, таких как формула скорости распада в фильме «Ненастоящая», почему паучье чутье в моменте, когда в него выстрелили, не сработало, и почему-то Питера никто не отследил через покупку биокабеля. Но делать я этого не буду. Из второй части вырезали огромное количество контента. Задел на черную кошку в исполнении Фелисити Джонс, разговор Питера со своим отцом на кладбище и Мэри Джейн от Шейлин Вудли, который убрали в угоду большего экшена с носорогом. Молодцы! Единственный раз, когда ее можно будет заметить, это со спины в кафе во время нападения носорога на город. Фильм доделывали в попыхах, вырезая и пихая все подряд. И в итоге Якудза все равно осталась недовольна. Сони, опираясь лишь на сухую статистику, получили однозначную рецензию публики на второй фильм. И также, получив выгодное предложение от Марвел с интеграцией нового паука в их вселенную, в итоге свернула весь проект и отправила Гарфилда отдыхать, заменив его великим и ужасным. Человек-паук Эндрю оказался самым каноничным со своими шуточками во время сражений и проявлением высокого интеллекта. Этот паук пережил много смертей и трагедий. Он, жертвуя своей жизнью, спасал жителей Нью-Йорка и сам Нью-Йорк в моменты, когда жизнь его нещадно топтала по всем фронтам. «За каждую тайну приходится платить». Лишь единственный раз он подумал о себе, а не о долге перед городом. «Не надо, Гуэн, в это втягивать». За что и заплатил страшную цену. Но вопреки всему, как настоящий герой и фигура, вселяющая надежду в остальных, он остался несломленным и продолжил свой путь. Путь героя. Нихуя себе, Кен Мал, блядь. Я пересматривал все три фильма по нескольку раз и хоть убейте, но не могу я, блядь. Каждая клеточка моего тела при виде паука Холланда кричит. Это не Человек-паук. По крайней мере, не тот, которого я всегда знал. Подсос Старка, Фьюри, Хэппи, Стрэнджа, ну или просто малолетний дебил, не выкупающий, чё вообще происходит. Кто угодно, но не Человек-паук. И Холланд, как актер, вообще ни разу не вытягивает унылые и наивные события, происходящие в фильме, как это делал тот же Эндрю. Но если всё-таки быть объективным, то все мои претензии по поводу Тома полностью несостоятельны. Недостаток харизмы и актёрской экспрессии обуславливается органическим соответствием роли сентиментального школьника. Во всех фильмах с его участием он представлял из себя не стойкого дружелюбного соседа, а балбеса на побегушках, не выкупающего, что в этой жизни делать. Его роль в фильмах тяжело понять без просмотра других картин от Марвел. Таким фанатикам-ебанатикам, как я, которые не увлекаются всей киновселенной, а следят лишь за историей Паука, понять что-либо без погружения в эту политкорректную духотень с убогими шутками и сведением моральной составляющей фильмов на ноль – задача практически невозможная. Первая часть непонятна без противостояния, а вторая является прямым продолжением финала. Каждую из частей трилогии я рассматриваю как один из этапов взросления. То, что Тоби и Эндрю проживали в первые полчаса своих фильмов, здесь растянули на три части. В первом Стервятник сбрасывает розовые очки из Питера. Старк не всегда будет его выручать, и за каждое твое решение в жизни придется отвечать самому. Мистерио в начале второго фильма занимает освободившееся место наставника для еще незрелого Питера, который во второй половине фильма проведет его через очень важный этап взросления – окончательное прощание с детскими иллюзиями. И, наконец-то, в третьем фильме происходит долгожданное становление героя через прожитую трагедию и принятие той ответственности, которую на него накладывает его сила. Ощутив боль от утраты близких людей, Паук Тома наконец-то вырастает, осознает свою роль и положение в мире. Благо, на выручку приходят наши старые знакомые, которые способствуют этому становлению, выступая менторами для еще юного и поддавшегося ненависти Паучка. Лишь под конец трилогии я увидел Человека-паука, которого всегда знал. Герой, жертвующий собой ради остальных. Человек, руководствующийся, в первую очередь, моральными принципами и ставящий чужую жизнь превыше своей. Хоть и порой придется отказаться от того, чего больше всего желаешь. Значит, подведем итоги. Тоби – лучший Паркер. Эндрю – лучший Паук. Том – ну, лучшая тетя Мэй. Я надеюсь, Сони продлят с ним контракт, поскольку в конце третьего фильма я увидел задел на лучшую вариацию и Питера Паркера, и Человека-паука в одном флаконе. На этом все. Я чуть не подох, пересматривая фильмы с Хохландом, дабы хоть, ну, что-то из себя выдавить по поводу этого паука. Теперь точно все. Я пошел. Продолжение следует. Редактор субтитров Паркера, Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...